Эффект разорвавшейся бомбы произвело выступление в эфире украинского телеканала журналистом Марко Франкетти. Факты, известные миллионам людей для собравшихся в студии, стали сенсацией. Многие из них впервые услышали мнение, отличное от официальной позиции киевских властей. Военный журналист рассказал о событиях, очевидцем которых он был. Подробности в материале Александра Лякина. Корреспондента еженедельника Санди Таймс ведущий представил как своего приятеля, с которым он вместе работал в Ираке и словам которого можно доверять. Марк Франкетти три недели провел на юго-востоке Украины, в самом, как он пишет, знаменитом батальоне ополченцев «Восток». Командировка закончилась у границы, где «Восток» понес большие потери. А сам журналист и его фотограф чуть не погибли. Что это за люди? Какая там идеологическая подоплека? Что за мотивация? Вы знаете, я, естественно, не эксперт. Я могу только говорить о том, что я сам собственными глазами видел. А то, что я видел, это бесспорно. Ребята, с кем я разговариваю, в основном это украинцы. Они из или Донбасса, или недалеко от Донбасса. Есть маленькие проценты, которые русские добровольцы. И я с ними тоже разговариваю. В основном это люди, которые не имеют никакого военного опыта. В основном это нормальные, обычные граждане, которые взяли оружие. Они абсолютно уверены, что они защищают собственные дома, как они говорят, от фашизма. На многих лицах в студии программы «Шустер Лайф» растерянность. Они привыкли слышать, что на Юго-Востоке за деньги воюют одни только наемники и российские диверсанты. Об этом здесь говорят каждый день. Зрители ждут какого-то разоблачения, что вот-вот западный корреспондент начнет говорить привычные слова о зверствах боевиков. Но чем дальше, тем яснее становилось, что Киев воюет с собственным народом. Они все говорят, что мы после событий в Одессе, после того, как начали бомбить Славянск и так далее, они чувствуют, что не могут найти общий язык из правительства в Киеве. Я хочу подчеркнуть, что я здесь не защищаю их позиции и так далее. Можно говорить, что это люди, которые получают поток оружия, уже деньги из России. Это не так. Это не так. Пока. Это люди, которые абсолютно нормальные, в основном нормальные люди, без никакого опыта. Оружия у них немного. И я могу сказать, что они абсолютно уверены, что в какой-то момент России придет помощь. Они эту помощь ждут. Мне, как человеку, который в Москве работает, кажется абсолютно совершенно ясно, что Москва не собирается их помочь. Я имею в виду, в плане поток денег, поток оружия, добровольца и так далее. Несколько минут, пока шло включение Франкетти, в студии стояла полная тишина. И только когда стало ясно, что журналист не скажет то, что от него здесь хотят услышать, Марко Франкетти перебивают. Слушайте, Владимир, мы не на фронте. Я понимаю, но просто нести на всю Украину такую маячню, то просто стыдно. Вот сейчас я слушаю внимательно вашего товарища. И я уверен, что он рассказывает то, что он действительно видел. Но я думаю, что это прекрасно реализованная спецоперация спецслужб России, для того, чтобы создать такое впечатление у западного журналиста, для того, чтобы он дальше транслировал его на Европу. Мне лично абсолютно по барабану. Вы сможете считать, как вы хотите. Я говорю о том, что я сам видел. А люди из батальона Востока, которые считаются в Анбасе самой крутой, я не могу сказать, я не могу подтвердить, что эти люди сильно вооруженные, что они имеют какой-то... Можно ли обмануть такого корреспондента, как Марк Франкетти? Может ли он отличить боевика от человека без военного опыта? Судите сами. За его плечами несколько горячих точек. Он был в Афганистане и в Ираке. Много месяцев провел в Чечне. Записывал интервью с Шамилем Басаевым. В Москве он заходил внутрь захваченного боевиками театрального центра «Норд-Ост» и общался с главарем террористов Мафсаром Бараевым. Когда становится ясно, что Майкл Франкетти не новичок, а опытный военный корреспондент, его начинают стыдить и обвинять в предвзятости. К беседе подключается некий агент без имени в маске, который назвал всех воюющих против официального Киева алкоголиками и наркоманами, с которыми не о чем разговаривать. Известно, что Марк Франкетти никогда раньше не был замечен в симпатиях к России. Британский журналист написал множество едких статей и снял несколько критических фильмов о нашей стране. Характерно, как он описывает переход батальона в Восток через российскую границу. Попав под авианалет, бойцы вынуждены были спасаться на территории России, где их не ждал теплый прием. Америка и Украина неоднократно обвиняли Кремль в том, что он принимает сторону сепаратистов и позволяет им переходить дырявую границу с оружием. Вместо этого их моментально разоружили. Раненых отвезли в больницу, остальных, в том числе нас, отвели в ангар, где мы провели бессонную ночь, пока нас допрашивали сотрудники правоохранительных органов. После этой программы мы связались с Марком Франкетти, и он сказал, что отказывается давать интервью как российским, так и украинским журналистам. Одно очевидно, что все, о чем написал и рассказал Франкетти, киевской власти ее сторонникам не нужно. Разрыв шаблона и другая точка зрения мешают создавать из России образ врага. Врага, на которого можно списать все свои ошибки и преступления. Александр Лякин, Виктор Аверин, Ольга Карпова, Первый канал.